привет дорогие друзья ну что ж в этом видео я сейчас объясню вам почему данный конверт или клясер альбом и конверт который вышел короче банкноты с тиражом 5 тысяч штук почему они будут самыми дорогими банкнотами из всех банкнот которые выпустили 30 лет независимости я хотел снять видео об одной супер крутой монете но это в следующем буквально видео а теперь у меня к вам ко всем вопрос кто-нибудь из вас держал банкноту стоимостью полторы тысячи долларов две тысячи долларов три тысячи долларов 40 тысяч долларов держал кто-нибудь из вас в комментариях жду ответ да я держал и теперь у меня к вам следующий вопрос как вы будете хранить банкноту стоимостью полторы тысячи долларов две тысячи долларов три и более это первый вопрос жду ответ в комментариях как вы будете хранить такую банкноту. Теперь следующее. Банкноты, которые были в корешках, они имеют искривленную форму. Почему они имеют искривленную форму? Потому что самый простой ответ на данный вопрос. Когда банкнота просто так лежит на столе, она начинает, что с ней происходить? Начинает деформироваться, видоизменяться. Помимо того, что ее выжимали, этот конверт, и тем более еще эти банкноты могли пройти через машинку счетную. Но еще что происходит с данной банкнотой? А ну-ка жду ответ в комментариях. Правильно, она набирает влагу. Влажность, что делает с волокнами? Видоизменяет структуру. Данная пленка пластиковая, она от влажности не видоизменяет структуру свою. Пластик сохраняет свою форму. И поэтому вокруг данного пластика видоизменяются волокна. И когда ты банкноту, грубо говоря, убираешь в альбом или еще куда-нибудь, то в районе этого пластика банкнота измененная, то есть имеет форму. Форма структуры волокон изменяется. И поэтому банкнота кривая становится. Что в отличие от банкнот, которые лежат в данном конверте. Здесь они все идеальные. Пленочка покрученная какая-то. Ну, короче, неважно. Давай возьмем вот эту вот соточку, допустим, да? Сейчас я вам кое-что покажу. Вы прямо хереете. Еще раз мы возвращаемся к данной теме. Вот смотрите, здесь банкнота идеально ровная. Почему? Потому что она не набрала влаги. Если я эту банкноту сейчас вот так поставлю и оставлю на столе, то со временем она наберет, видоизменит свою форму и структуру. Теперь я убираю данную банкноту обратно. Не переживайте, у меня руки стерильные, просто идеально чистейшие, поверьте мне. Потому что я умею работать с банкнотами по полторы тысячи долларов. В руках держал, слава богу, есть опыт. Поэтому по этому поводу можете не переживать. Значит так, смотрите. Теперь, для примера, мы возьмем 100 гривен, ну 1000 гривен, допустим, да? Вот. И она у нас кривая, да? Вот. Неровные формы. Но самое веселое теперь. Мне в комментариях пишут. Да положи ее в книгу и она у тебя выровняется. Положи ее под пресс и все будет у тебя зашибись. Ни хера, дорогие друзья. Знаете почему? Потому что теперь мы берем вот так и начинаем смотреть на вот это место. Смотрите. Что вы видите здесь? Вы видите выпирающие поверхность отпечатанного номера с обратной стороны. Плюс на банкноте еще существуют выпирающие элементы защитные. Ввиду там вот этих вот реберышек выпирающих. Потом там где-то еще вот здесь, допустим, тыщеночка вся. Она такая имеет определенную структуру. Не знаю, удастся ли у меня показать это как-то. Наверное, не видно. Ну, начнем хотя бы даже с того же номера. Так, где у нас номер? Вот здесь номер. Смотрите, видите, выпирает он отсюда, ощущается вот этот номер. Теперь я беру, допустим, тыщеночку вот отсюда. И мы сейчас сравниваем, если здесь выпирающие эти детали и элементы. Смотрите. Номер выпирает. Видите? И здесь номер выпирает. Вот смотрите. Вот видно, что выпирает номер отсюда. И банкнота ровная. Ровная. Видите? Ее не покрутило. А теперь представляем ситуацию. Мы берем данную банкноту и ложим под пресс, чтобы ее выровнять, так как пишут комментаторы. Да? Чтобы выровнять банкноту. Чтобы ее не крутило так, да? Вот здесь. А что произойдет с нашими выпирающими вот этими элементами? А ну-ка, жду ваши комментарии. Что с ними произойдет? Вы теперь поняли, что я вам объясняю? То есть, если вы положите под пресс данную банкноту, то вот эти выпирающие поверхности, они также сравняются. Они также сплюснутся. И когда вы отдадите банкноту после пресса, даже элементарно, ровненькую, да, после пресса, вы отдадите ее на грейд, то вам присвоят грейд низкого качества. Потому что банкноту они увидят, что вида изменяли. Потому что здесь будет также изменяться структура. Вот в этом и сложность с банкнотами. Это не монета, которую можно просто сполоснуть мылом, сполоснуть водой и так далее. Это банкнота. Это совершенно другая тема. И теперь еще одна очень важная тема, дорогие друзья. Как хранить банкноты стоимостью в полторы-две тысячи долларов и более? А вот это я сейчас вам покажу. Вы покупаете данный альбом фирмы Камер, ссылка на альбомы в описании, папочку. И ставите данный альбом вот таким образом. Вот так хранится альбом. Листы висят на четырех кольцах вертикально. Банкноты не давят друг на друга. И нифига в этот момент не портятся ваши банкноты стоимостью по полторы-две и более тысяч долларов. Потому что если вы будете хранить вот так, то нижние банкноты будут под прессом вот этой все пачки банкнот. А вес там, поверьте, очень тяжелый. И банкноты будут сплющиваться. А если еще и неровно ляжет лист, то еще и форма банкноты может начать меняться. Поэтому ваши дорогие банкноты надо хранить вот так в альбоме, чтобы листы ваши висели. Соответственно, вот эти банкноты вы никогда в жизни не выровняйте и не приведете в порядок так, как они находятся в данном... Блин, что это за волосы? Ты тут прыгал, блин, над моими банкнотами. То, соответственно, вот этот альбомчик, если вы хотите хранить в альбоме, его надо хранить вот таким образом. Вертикально. Понятно? Или вот так вертикально. Там как раз кармашек позволяет, чтобы банкнота у вас не выпала. Вот здесь запаянный уголок. То есть здесь уголок отходит, а вот здесь он запаянный. Соответственно, либо вот так хранить данный альбом, либо вот так хранить данный альбом с банкнотами. Тогда они не будут давиться друг на друга. И желательно эту штуку еще и в пакет завернуть, чтобы было герметично. Защелкнуть его. Чтобы сам альбом, чтобы в него не попадала влажность. Тогда наши банкноты сохранят вот эту ровность, которая и была изначально здесь. Понятно вам, дорогие друзья? Так что забудьте о прессах в книжках и тому подобное, чтобы попытаться выровнять данные банкноты. Вот в этом и суть. И вот смотрите, вот это вот, видите, кривизна здесь. И кручение самой банкноты, это именно из-за корешка, счетной машинки и влаги, которая попадает на данные банкноты. Поэтому вот смотрите, видите, как банкноту поднялся уголок. Вот она просто так у меня лежала на столе. Вот ее уголок поднялся. Соответственно, ее начало крутить. И вот здесь также, видите, вот здесь изгиб. Ну, тут заломы еще могут быть связаны с корешком, с пересчетом, ну и, соответственно, с влагой за счет этой полосы. Вокруг полосы ткань, вот это не то, что ткань, грубо, бумага, да, начинает менять свою форму. И, соответственно, это вы можете выровнять в книге, в прессе. Однако, по вот этим выпирающим элементам будет видно, что с банкнотой что-то делали. И грейд банкноты получит ниже уровень. Вот такая история. Поэтому я заключаю. И я жду ваши комментарии. Согласны вы со мной или нет? Это тоже очень интересно. И тогда у меня к вам вопрос, каким образом вы собираетесь хранить банкноты по 2000 долларов под прессом или нет? И так далее. Вот такая история, дорогие друзья. Банистика это вам не просто нумизматика. Это уже немножко серьезней тема. Потому что, я же говорю, что когда ты сталкиваешься с банкнотами стоимостью в полторы, две тысячи, тридцать, сорок, пятьдесят, шестьдесят тысяч долларов, то такую банкноту ты уже просто так не будешь хранить в обычном альбоме и при обычных условиях хранения. И тем более под прессом. Потому что это снижает стоимость банкноты. А учитывая, что я показал, стоимость данных банкнот намного выше, чем вот этих. Ответил на вас вопрос? Я думаю, да. Банкноты не из корешка. Банкноты не из влажных помещений. Банкноты идеально ровные. Банкноты с одинаковыми номерами. Банкноты в альбоме. Ну и в конверте. То есть, грубо говоря, от пяти до шести плюсов. Или там до четырех плюсов. Относительно обычных 30 лет независимости. Соответственно, данные банкноты будут стоить намного дороже, чем эти. Если у вас до сих пор нет таких банкнот, и вы реальный банист, и вы там фанат качества и так далее, то можете поторопиться, пока цена еще не очень высокая. И это не потому, что я завышаю цену, а потому, что вы сами увидите, как рынок будет это диктовать. Это со временем произойдет. Эти банкноты тоже будут дорожать. Безусловно, будут дорожать. Тираж-то небольшой на весь мир. Они тоже будут пользоваться спросом. Они там из корешка, они прессовые. Но потенциал у этих банкнот намного выше, чем у этих. Вот это, что я хотел вам сказать. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Всем удачи. Пока.